Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». В студии Дарья Гребнева. Здравствуйте. Осторожно, скользко. Именно такие таблички в эту зиму должны были появиться на улицах нашего города. Поскольку подсыпка дорог и тротуаров, смесью из соли и песка, как отмечают жители нашего города, видимо, превратилась в роскошь. Ситуация обострилась резкими перепадами температур. Температур. Что думают кунгурьки о работе коммунальщиков в этом сезоне и как оценивают их работу? Специальный рейд сегодня провел Леонид Монохин и выслушал мнение кунгуряков. Изменчивая погода этой весной привела к тому, что на улицах часто возникает гололед. Сегодня мы решили выйти на улицы города и узнать у кунгуряков, как, по их мнению, ведут работу коммунальщики. Хорошо ли они подсыпают улицы? Очень плохо. Где-то подсыпано, а где-то ведь вообще не пройдешь. Около магазинов особенно. Да так-то неплохо было, а сейчас вот только подмерзло все. Многие кунгурьки считают, что этой зимой коммунальные службы кунгура недобросовестно подошли к обеспечению безопасности жителей города на улицах и тротуарах. Главная претензия – не своевременная подсыпка скользких дорог, а порой и совсем ее отсутствие. У нас в районе нашего дома посыпают. Я живу в Засыловой, где там оптика, голова на 83-4, там посыпают. А в городе редко бываю, потому что я вот в основном дома, да у внучки, так что. Да плохо, плохо. Плохо, особенно вот когда вот неожиданно, как сегодня, например, она застыла, и еще и снежок полный с этих проводов, с деревьев падает. Скользко, неизвестно, где упадешь. Среди наиболее уязвимых мест многие выделяют спуск по Гоголя, как со стороны гостиного двора, так и музея истории купечества. Правда, сегодня здесь уже начали приводить тротуар в порядок. Так, на 4 может быть, не знаю. Работают он там, повыше люди. Ну, нормально. Нормально? Нормально. Травматологи сообщают, что в гололед количество обращений за медпомощью с сильными ушибами, вывихами и переломами возрастает практически в два раза. В эту зиму отмечается наиболее высокий уровень посещения врача. Особенно это наблюдается среди пожилых людей, как следствие некачественного обслуживания городских улиц. В продолжении выпуска о ситуации на реках города. Выход на лед становится небезопасным. В очередной раз предупреждают сотрудники МЧС бесстрашных кунгаряков, которые стремятся сократить свой путь по реке. Уже через месяц начнется ледоход. Уже закрыты все ледовые переправы в Кунгурском районе. В этом сезоне это произошло на неделю раньше, чем в прошлом. Ситуация в городской черте пока относительно спокойная. Утверждают специалисты. Толщина льда здесь в пределах 25 сантиметров. Но выход на него уже опасен. Под воздействием ярких солнечных лучей появляются промоины. У берегов уже вышла наледь. Покров водоемов становится неравномерным. А значит, возрастает риск провалиться под лед. Тем временем город уже начал готовиться к половодью. С наступлением теплых дней. Это одна из самых востребованных для обсуждения тем среди кунгуряков. Горожане беспокоятся о повторении наводнения прошлого года. Особое волнение испытывают жители, проживающие в зонах потенциального затопления. Прогнозы гражданской обороны Кунгура пока позитивные. Тем не менее, население следует быть на готове. Поскольку зима была снежной и большая вода в реках – это ожидаемое явление. Поэтому кунгурякам следует быть готовыми ко всему. Особое внимание к противопаводковым мероприятиям следует уделить жителям частного сектора. Подготовить свое хозяйство в случае угрозы затопления определенной территории. Это поднять мебель, побеспокоиться о домашних животных, убрать автотранспорт в верхнюю часть города. Также заложить определенное количество продуктов и теплых вещей. Наводнение прошлого года было сильнейшим за последние 20 лет. Сильнее его только наводнение 1979 года. Сезонное явление имело масштабные последствия. Под воду ушли сотни дачных участков. Затопленными оказались частные дома, находящиеся вблизи водоемов города. Были проведены спецоперации по экстренной эвакуации жителей затопленных населенных пунктов. Осуществлялось круглосуточное дежурство на дамбах и даже чуть не затопило электроподстанцию Кунгура. Но ее, как и город, чудом удалось отстоять. Тем не менее, повторение такой ситуации в этом году маловероятно, отмечают специалисты. В данном году прогноз позволяет нам предвидеть, что может быть очень высокая вода. Но данная ситуация, которая сложилась в 2016 году, пока не прогнозируется. Готовность сил и средств городского звена, а также всего города, уже началась в январе месяце. Проведен расчет сил и средств. Также запланированы мероприятия по подготовке защитных дам города. Приведение их нормативного состояния. К другим темам. Реальный тюремный срок угрожает двум кунгурикам за установку пиратских программ. Кунгурским межрайонным следственным отделом было закрыто очередное дело по установке и использованию нелегальной продукции. Молодые люди решили подзаработать на установке программного обеспечения для бизнеса. Но легкие, на первый взгляд, деньги привели их к скамье подсудимых. Нынче уже закончено одно уголовное дело и два дела находятся в производстве. Многие, наверное, не знают, что у нас законом храняются авторские права. Так как были закончены уголовные дела в отношении лиц, которые незаконно использовали 1С, бухгалтерию программу, 1С предприятия и другие программы, которые тоже являются авторскими, наказание за них предусмотрено в виде либо додушек лишения свободы, либо большие штрафы. В настоящее время по тем делам, которые у нас уже не находятся в производстве, проводится весь комплекс необходимых мероприятий, проводятся экспертные исследования и выявляем нарушение авторских программ посредством как компьютера, так и других приспособлений специальных, а также посредством оперативной работы. Конгурские исследователи подчеркивают, в последние годы число подобных уголовных дел растет. Только в нашем городе за минувший год к ответственности перед законом привлекли около десятка жителей города. И, как показывает судебная практика последних лет, все чаще за установку программ нарушителей наказывают лишением свободы. Далее коротко о других событиях. Хорошо видеть, прекрасно выглядеть. Магазин «Оптика» – ваше решение. Сделай город чистым, убери за собой. Юная жительница Кунгура Варвара Вертипрахова решила поучить взрослых кунгуриков в порядку. По дороге домой из детского сада девочка вместе с родителями собирает оставленный нерадивыми кунгуриками муцарк и выбрасывает его в урну. Видя обращение, которое было снято папой маленькой девочки по ее же инициативе, она призывает всех соблюдать порядок и не мусорить в месте, где мы живем. Это видео буквально взорвало интернет и набрало уже более 30 тысяч просмотров. Было бы неплохо, если бы каждый взрослый задумался над своими поступками и взял пример с Варвары, которая, несмотря на свои три года, уже понимает, что засорять место, в котором живешь, нехорошо. В городской администрации смена кадров. Новым заместителем главы по внутренней политике администрации Кунгура стал бывший банкир Вадим Приданов. До своего назначения занимал должность управляющего операционным офисом отделения Кунгурская ПАО «Банк Урал-СИП». Женат, имеет двух детей. Сборная Пермского края по КВН, в составе которой немало кунгуряков, впервые за последние 10 лет вновь дошутилась до премьер-лиги Большого КВН. Ребята впечатляют своим образом, выходят на сцену в спортивных костюмах, шутят на спортивные и околоспортивные темы. Такой имидж ребята выбрали не случайно, однажды обнаружив, что в их команде все, кроме одного, бывшие спортсмены. Таким образом и появилось название. Выступать в финале 1-8 было сложно. Ответственность лежала огромной, отмечают ребята. Поддержать их, кстати, приехал даже губернатор края Максим Решетников. Его ребята, шутя называют, талисманом сборной. Увидеть игру земляков на большой сцене кунгуряки смогут летом в телевизионной версии программы КВН. Сейчас ребят ждет подготовка к выступлению в 1-4 финале. В это воскресенье, 12 марта, в Кунгуре с концертом выступит сибирский дуэт баянистов. Обладатель трофея мира и Кубка мира двойное обаяние. Концерт пройдет в Театре молодежи. Начало в 12 часов. Вход свободный. Рубрика «Дайджест» выходит при поддержке компании СТК. Весь март скидка на Санфоянс 10%. Вы смотрите «Город новостей». Продолжим выпуск. Живут, как в сказке, по неволе. Жители одного из кунгурских домов очутились словно во дворце Снежной королевы. Подробности в рубрике «Мелочи жизни». Рубрика «Мелочи жизни» выходит при поддержке компании «Дафа Авто». Официальный дилер «Лада». В Остриково, 20. Как жители третьего подъезда выходят на улицу по утрам, я не представляю. Посмотрите наверх. Эта одинокая снежная глыба висит в опасной близости от подъезда. По прогнозу, уже завтра в Кунгуре ожидается потепление, а это значит, что эта льдина сойдет вниз. Мелочь, а угрожающая. Честно говоря, я бы не рискнул каждое утро выходить из 142-го дома под буквой «В» на улице Свободы. Даже маленькая сосулька, упав со второго этажа, может вас убить. А чего уж говорить про этих монстров. Раз уж лед здесь намерзает так быстро, то, наверное, нужно приезжать и убирать его чаще. Мелочь, а требует контроля. Этой весной в Кунгуре почти все тротуары подсыпаны песком для безопасности жителей. Почти. Кроме этого, на улице Свободы. Местные жители много раз звонили нам и говорили, что в гололед спускаться здесь очень сложно. Надеемся, что коммунальные службы попросту забыли про этот тротуар и в скором времени исправят недочет. Мелочь, а упущенная. На месте Засылнинского парка рядом с Фоком «Синий Кит» скоро начнется застройка межскольного стадиона. План его постройки сегодня попал в объектив нашей камеры. Спортивный объект будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, беговые дорожки, турники с брусьями, гимнастические комплексы, зоны безопасности, прыжковые ямы. О деталях предстоящего строительства, в вопросах финансирования с нами поделился директор спортивной школы-лидер Вячеслав Сараполов. По строительству межскольного стадиона полностью разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы. Получена справка о геологической изученности развития карста. Осталось заключить договор с подрядчиком и с фондом, который будет финансировать этот проект. И в апреле, я думаю, начнется строительство. Напомним, часть деревьев парка, находящихся на месте будущего стадиона, была спилена и вывезена в конце прошлого года. Мнение горожан по этому поводу разделилось. Одни считали, что парк необходимо оставить, так как он является едва ли не единственной зеленой зоной микрорайона Засылова. Другие, наоборот, поддерживали строительство, объясняя это тем, что стадион гораздо лучше почти заброшенного неухоженного лесного массива. Тем не менее, строительство стадиона на сегодня – вопрос уже решенный. И совсем скоро у школьников появится своя современная спортивная площадка. Сегодня в Музее истории купечества прошла необычная встреча. Ветераны педагогического труда побывали на выставке в пряничной стране. Для большинства педагогов это мероприятие стало еще и вечером встречи с коллегами. Затяжкой горячего чая те, кто некогда руководил образовательным процессом в Кунгуре, вспоминал годы работы. А также собравшиеся делились житейскими вестями. Так что встреча получилась живой и искренней. Такую цель и ставили организаторы. Мне хотелось бы пожелать, чтобы ваши дети вас радовали. Всю свою жизнь вы посвятили чужим детям. Где-то, может быть, когда-то я обделяю своих. Так вот сейчас пусть они вас радуют и не смеют никогда огорчать. Пусть на ваших лицах всегда сияет улыбка, как яркие лучики солнца. Подобная встреча проходит уже во второй раз. Однако в будущем инициаторы планируют сделать такой слет педагогов-ветеранов традиционным. Ведь в повседневной жизни собраться с коллегами не всегда получается. А сейчас об истории удивительного спасения. Восьмилетняя пермячка выходила раненого снегиря. Нашествие этих таежных птиц горожане заметили в конце зимы. Как пояснили орнитологи, пернатые перебрались поближе к человеческому жилью в поисках пищи. Однако городская среда для лесных обитателей оказалась опасной. Не видя преград, птицы гибли, разбиваясь о стекла, витрин или окна жилых домов. О снегире, которому удалось избежать печальной участи, благодаря юной спасительнице, сюжет наших пермских коллег. Хочешь кушать? Я тебе несу кулаку. Покушай. Выздоровеешь и быстрее. Восьмилетняя Маргарита подобрала снегиря на улице около трех недель назад. Птица с поврежденным крылом лежала в снегу и почти не подавала признаков жизни. Девочка отнесла пернатова в ветеринарную клинику, но там лечить таежную птицу отказались. Тогда школьница решила выходить снегиря самостоятельно. К вечеру первого дня он начал уже кушать, и мы как бы поняли, что он успокоился. Я его решила взять на ручку, но он бегал, открывал бесшумно рот, но не садился ко мне на руку. Временным пристанищем для лесного гостя стала клетка, некогда купленная для попугая. А лечебным рационом – корм для декоративных птиц и семечки подсолнуха. Вскоре в благодарность за заботу снегирь стал не только охотно забираться на руку девочки, но и одаривать спасительницу заливистым пением. История выздоровления не обошлась без курьезов. Чтобы проверить, может ли снегирь летать, школьница периодически выпускала его из клетки. Сначала птица так быстро бегала по комнате, что ловить ее приходилось всей семье. А однажды пернатый угодил за пианино и вылез сам под знакомую мелодию, чтобы подпевать юному музыканту. Второклассница, кстати, спасительницей таежной птицы себя не считает. Девочка уверена, так поступил бы каждый. Я хочу его отпустить на улицу, так как он уже умеет хорошо летать. Думаю, время настало. Как ты думаешь, он вернется к тебе обратно? Думаю, что нет. Тебе не жалко будет его отпускать? Нет, ну у него же родина там. Вернется, может быть, он отец. Может быть, это мать. Ну, не знаю. Ну, главное, что он к своей семье вернется. После встречи с раненым снегирем девочка часто теперь наблюдает за птицами. В поисках тех, кому, возможно, нужна ее помощь. Профессия ветеринара, однако, ее не привлекает. Школьница мечтает стать ученым-химиком и создать лекарства, продлевающие жизнь неизлечимо больным людям. Лети! Ольга Суркова, Алла Вершинина, Часпик. В завершении выпуска о культурных новостях. Прямо сейчас в детской школе искусств имени Розен внимание кунгуряков приковано к выступлению оперной труппы Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. На этот раз вечер посвящен творчеству Исаака Дунаевского. Это один из зачинателей и крупнейший мастер советской массовой песни и опереты. Новатор в области легкой музыки. С именем композитора связаны значительные успехи советского кинематографа. Музыка и песни Дунаевского стали главным драматургическим стержнем более 50 художественных, документальных, научно-популярных фильмов и мультфильмов. Оперное искусство отнимает очень много сил у солистов. Пока они переводят дыхание, со зрителями в активный диалог вступает конференсье. Мы были с этим хором на гастролях. В Ирландии, в Германии, в Швейцарии. Мы ездили в Америку, в Бруклине, выступали из зала у Каплискау. И, естественно, Карнеги Холл. Лучшая в мире площадка концертная. Где стоял на сцене хор Пермского театра оперы. Стояли солисты. И после нашего двухчасового концерта перед нами встал зритель Карнеги Холл. Для нас это была честь и, естественно, вселенское удовольствие. Но сейчас мы в Кунгуре. Потому что сейчас вы центр культуры. Да, да, да! Более подробный репортаж о концерте «Весна идет» смотрите завтра в нашем вечернем выпуске новостей в 19 часов. На сегодня это все новости. Далее смотрите прогноз погоды и рубрику «Экономим». Ну, а я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok